Первый детский развлекательный центр, куда направились эксперты ОНФ, словно напрашивался на проверку. Открылся недавно, находится в центре города, но не вызовли. Начало пошло хорошо, уголок потребителя имеется, а вот на самой детской площадке тут и там замечание. Вот смотрите, если я до сюда залез, ребенок может сорваться и об эту вот как раз палку. Пусть она, конечно, чем-то утеплена, но я думаю, если вот, ну в смысле, но все равно, мне кажется, если сверху, можно достаточно сильно удариться позвоночником. Руководство центра парировало, все аттракционы ежедневно проверяются на безопасность и на них допускаются дети строго по возрастам. Эксперты тут же поинтересовались, как сотрудники определяют, сколько лет ребенку. На вопрос о том, если взрослый человек приводит ребенка, ему три или четыре года, а он говорит ему пять, вы как-то это перепроверяете, на этот вопрос сотрудники сказали, нет, мы верим на слово. Мы считаем, что это не совсем правильно. Уполномоченный по правам ребенка в Чите Иван Катанаев настолько серьезно отнесся к проверке, что лично решил испытать их на себе. Самоотверженный поступок оценили все. После проверки у общественников остались двоякие чувства. Недосчеты все же есть. Наши эксперты испытали ряд объектов, на одном из которых член молодежки, участник молодежки воинов Забайкальского края немного, ну не скажем, не повредил, но поцарапал себе спину. Также есть горки, на которых выступают металлические объекты и на что было сказано руководством, что данные нарушения будут устранены. Следующий объект – детский развлекательный комплекс в поселке КСК. Руководство сразу предупредило, недавно центр проверяли контролирующие органы, замечаний не было. Но эксперты все же нашли изъяны. Перед входом в батут нет полагающихся по правилам весов. Мы отметили, что на входе в игровые площадки отсутствуют средства измерений, а именно невозможно оценить вес ребенка, рост ребенка. Помимо этого в журнале осмотра игровой площадки с батутами отсутствовали записи за осмотр этой игровой площадки за вчера и за сегодня. Ну, соответственно, ее никто не осматривал. Но такие небольшие замечания, они и были. Наши батуты проходят ежегодную проверку Ростехнадзором. Каждый день мы проверяем работоспособность абсолютно всех игровых зон, игровых аппаратов. Почему у вас нет весов? Ну, исправим. Весы будут прямо, я думаю, прямо сегодня все будет исправлено. Наше мнение сугубо субъективное. Мы оцениваем данные игровые комплексы с точки зрения обычного жителя, который также приходит сюда с детьми. Но в каждом игровом центре, где мы сегодня были, на постоянном основе проверяют ГПН, проверяют органы прокуратуры, Роспотребнадзора. Поэтому те компетентные органы, наверное, они следят за тем, чтобы здесь все соответствовало нормам.